Перед тем, кто не начну, у меня хорошая девочка будет. После меня будет перерыв. Тот, кто первый подойдет взять у меня автограф после выступления, я его чем-нибудь угощу. А, еще вот мы тут разговаривали, спорили. Мне интересно, можете сказать, бэгэй, те, кто гуманитария? Эй! А естественники? Эй! Да. Все, так и знал. Итак, моя тема звучит так, понравится девушке завести семье с этой нервной, пуглилой, депрессивной и старой самец-крысы. Это на человеческом языке. Но сейчас я буду рассказывать о том, что я изучал в аспирантуре в течение трех лет. Собственно, изучал, я изучал, изучал так, что это хватило на четыре статьи, в принципе, в нормальных журналах, и там с десяток конференций мелких я поездил и нарассказывал по этому. А сама тема диссертации звучит у меня «Возрастные аспекты репродуктивной функции сексуального поведения самцов-крыс с различным темпом старения и взаимосвязь их с другими формами поведения». Собственно говоря, вы спросите, что такое? Ты больной, зачем тебе изучать это у крыс? Почему крысы это важно? Крысы здесь только биологическая модель. На их примере мы можем уже посмотреть, как дела обстоят у других более высокоорганизованных форм жизни, которые нам жалко. Почему это важно для более организованных форм жизни, к которым по глупому стечению обстоятельств относятся и люди? Почему, почему? Это все потому, что в последние десятилетия наблюдается такая маленькая проблемка. У мужчин среднего и старшего возраста увеличивается процент половых дисфункций. Это связано с двумя фактами. Первый факт, назовем его условно-позитивным. Жить стали дольше. Соответственно, сформировались более лучшие, как говорит девушка из интернета, стандарты жизни для мужчин. Так если лет 300-400 назад мужчина дожил до 30 и очень радовался, умирал в моках, то сейчас он доживает до 80 и хочет, собственно говоря, рядом красивую жену и такую же красивую машину. Это клево. Позитивная часть, негативная часть, все-таки урбанизм, практикология, все это давит на мужчин. Мы начинаем как-то немножечко сдавать к этому времени. Тем более тут подключаются сразу психологи и сексологи, которые начинают лечить все эти заболевания, куча лекарств. Не любят психологов, ну да ладно. Так вот, имеем факт. У мужчин среднего и старшего возраста, о господи, там экран замечательный, у мужчин среднего и старшего возраста происходит нарушение инсункции. Почему? Мы с научными руководителями за чаем взяли и подумали, что же у нас происходит. Так, мужчины, 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 так, мне, мой страна, давай, идите сюда, сейчас будем думать, вот как мужчина, так, что у нас происходит. Первое самое важное, почему у нас так происходит, старение. Первое, естественно, мы стареем, начинаем сдавать, сдает все, абсолютно, отлично. Старение второе, взаимосвязь с другими эмоциональными формами поведения. Мы все знаем, что с возрастом люди становятся подозрительными, нервными, испуганными, ну, вы знаете, старики. Вот, и опять же у них наблюдается спад половой мотивации. Возможно, это взаимосвязано. Ну, отлично, два факта для проверки у нас есть. Мы заключили руководку и приступили к двухгодичным исследованиям. Забегал вперед. Как мы начали исследовать? Для этого нам нужна была биологическая модель. Биологическая модель в данном случае была у нас идеально подобрана. Это крысы. Крысы двух линий. Линий Вистор и линий Оксис. Вот крыска линии Вистор, помечена такая, большая жизнерадость, но она была выведена, это вообще первая в мире, лабораторная белая крыса. Она выведена в 1906 году в США в институте, вы не догадаетесь, в институте Вистор. Крыса Оксис – это наше российское производство. В институте психологии и генетики близко-родственным скрещиванием, которое в основании называется «Инбридим», была получена крыса Оксис. Вообще ее опирали на трактогенный эффект галактозы. Вам сейчас ни о чем не говорить, это нормально. И получили мы в итоге очень забавную штуку. У этой крысы наблюдается дичайшее производство радикалов в клетках. И это связано именно с тем, что в три месяца крыса начинает у нас... В зале есть береги, я не вижу просто садист в глаза. Что у вас болит, можете сказать? Все, в общем-то все болит тоже. В три месяца у этой бедрой крысы слепота в 95% случаев на один глаз, в оставшихся на два глаз, в шести месяца мне она на ногу по глазу слепит. Вот у нее остеопороз, у нее начинаются огласения, у нее проблемы с обучением и возможности полумотивации, когда это еще никто не исследовал у нас. Три месяца, много это или мало? И кто-нибудь знает, у кого есть крысы? Друзья! Друзья! В замечательно! Вот эта крыса в простонародье в доме не живет. Ну как, с меньшей точки зрения дома это 40 где-то недель. Ну, ну, это мышь. 35-40 месяцев. Может жить крыса в условиях, поэтому если она начинает уже лысить в три месяца, это говорит о многом. Ну так, у нас есть две замечательных модели, Vistar и Oxys. Мы можем на них сравнить, что происходит с полной мотивацией. И мы... А, да, забыл про эту картинку. Это факт, который мы сейчас запомним для себя. В подростковом возрасте, Oxys, конечно, хотят выглядеть как все, но выглядят они так, как выглядят они. Так, мы начинаем исследовать. Перед тем, как я расскажу об своих исследованиях, я скажу, что я буду рассказывать о них в общем. И вкратце. Это вот обычный график из моей кандидации. У меня таких графиков там было 47, кажется. Мне стало времени поставлять. Поэтому, поверьте на слово. Каждый график диссертационной комиссии я рассказывал, объяснял. Так что, когда буду говорить общие выводы, поверьте, все сощипано верным. Вымечательно. Сейчас расскажу про то, как мы исследовали половую мотивацию. Мы в самцах крысы подсаживаем к самке. В одну большую клетку. Эта клетка разделена перфорированной перегородкой, чтобы они могли на зоназарные контакты производить. Но, все-таки, чтобы это немножечко сдерживало. Все это протестируем в красном свете, потому что красный свет крысы не видят. То есть для них свидание проходит как-то так, но на самом деле... Но, чтобы их не смущать, мы все это в красном свете. Дело это там то, что ученые называют «Наблюдаем и регистрируем». Мы регистрируем то, сколько раз самец крысы подходит к перфорированной перегородке. Если очень много, значит, он заинтересован самочкой. Поверьте, это так. Если за перегородку посадить самца, кастрированного самца, молодую самку, старого самца, он будет подходить к нему, возможно, 10% от времени всего опыта. Если там будет молодая рецептивная самка, он будет проводить там 95-97% времени. Причем не просто проводить, я в активных походках пролезть вот через сантиметровую щель к этой самке. Но, в своем виде, главное, в 3 месяца, когда крысы, помните, опсис у нас уже абсолютно старые, в 3 месяца у них нет никаких различий в поводу мотивации. Они все очень клевые. Каждого интересует самка. В 12 месяцев опсисы сдают. Вот это поворот. Вистор, кстати, до 18-ти держатся молодцом. Вот такие странные, как так получилось. Ну, ладно, думаю. Стареют. У них быстрое старение, которое связано по теории свободы радикального старения, связано с тем, что избыток активных форм кислорода в клетке. Мы берем в то время разработанный достаточно новый препарат, который называется ИОН Скулачева. Вот эта формула, которая сейчас ИОН здесь показана, она еще 6 лет назад была секретной. Я подписывал бумажку и говорил, что я никому ее не расскажу и не похожу. Но сейчас они уже на сайте, я проверял, буквально 2 недели назад, они ее повесили. Вот можно смотреть. Вот можно сфотографироваться с бывшей когда-то секретной формулой. Академик Скулачев придумал общую закономерность, как построить такой киоксидор еще в году 73-75. Американец Мерфи, не тот Мерфи, который закон имел, а другой Мерфи, его брат, возможно, он воспользовался этими общими принципами и синтезировал свой ИОН. Он был, конечно, клевый, но выяснилось, что он не очень хорошо работает. И он, Скулачев, где-то в 2001-2002 году почему-то проснулся и решил, а что это все на моих принципах разрабатывают лекарства? Я тоже хочу. И сделал лекарство. А лекарство очень хорошее, оно работает по некоторым параметрам где-то в 100-1000 раз больше и лучше, чем Роме Мерфи. Мы стали колоть эти препараты нашим мышкам. Мы обнаружили, что в 12 месяцев, когда у всех службе сдают историю, после технического курса вот этого метафонерально направленного антиоксиданта, они у нас начинают вновь испытывать интерес к самке. Это очень удивительно. Мы потом протестировали это в 18 месяцев и даже в 24 месяца мы это протестировали. Там крысы были в опухолях, они уже разваливались, они были абсолютно слепыми, их ничего не интересовало. В 4 месяца антиоксиданта они начинают лечь через перегородку в самке. Пахвально. Из 12... Спасибо, я чувствую свою причастность. Чтобы я так жил, из 12 самцов, даже там 3 или 2, я уже плохо помню, у них случился инфаркт, но в Реметово они, к сожалению, не умерли. Спасибо, первая ошибка про смерть, я и уже смеются. Собственно говоря, мы протестировали, лекарство оказалось хорошим. Более того, оно помогало больным животным с ускоренным темпом старения и никак не вредило животным с нормальным темпом старения. Те, кто занимается фармацевтикой, знают, что это очень редкое явление, когда лекарства только лечишь и практически не калечишь. После этого мы начали исследовать эмоциональное состояние животных. Ну, помните, там, второй пункт, ну, взаимосвязь с другими формами, поведения. Исследовали мы поведение крыс очень интересными способами. Вот тест в свет-комноте. Крыску сажает в светлый отсек и засекает время, когда она забежит в темный отсек. Для нас это как бы глупо, но на второй картинке видно, что мышцы представляют это именно так. Боже, мы, везде страшно, я сейчас умру, только там где-то светит огонек, возможно, там будет безопасно. Второй тест, тест трепута этого крестообразного лабиринта, ТК-Л. Крыску сажают в центр и смотрят, как много времени она проводит во вкрытых рукавах, как много она закрыто, и как вообще у них следует дискактивность. Потому что для крысы высота в 45-50 см, это примерно как для лара кров. Нужно иметь силу, боли, чтобы пройтись по краю. Измерение реакции реакции рефлекторного вздрагивания или реакции испуга. В этот прибор сажается он, здесь мышка, в принципе, туда залезает, и крыска сажается, и в течение 10 секунд ей подаются импульсы, которые похожи примерно дают уже лучше. Где-то 115 децибел, это, в принципе, рядом с болевым порогом. Крыска вздрагивает от испугой, и продолжает вздрагивать все время, пока ей кричат itas. И он, каждый раз, все меньше, меньше и меньше, потому что, если бы у нас не было диблинуации, то мы бы все сошли с ума. Крыска не сходит, и поэтому к этому среднему мы делаем значение о ее реакции испугая. Тест принудительного лавами Тоже изобретённых 60-х Тест Барсолка Крыску бросают в водил с водой Помните температуру, всё одобренное Этическим комитетом И засекают, через сколько времени она сдаётся И идёт ко дню И тогда считают, что она депрессивная По всем этим тестам Мы сделали очень важное заявление Уже в самом начале своего жизненного пути Виспер Локсис очень сильно расходится По базовым уровням тревожности и депрессии Вот сейчас я покажу картинку Я думаю, вы все поймёте Кто из них пони нервный и пугливый? Это я просто зашёл в кабинет У Локсиса уже припадок случился Очень сильно реагируют Потрясающие животные В три месяца Совершенно чёткие различия В базовых реакциях испуга В годовом возрасте И Локсис, и Листор Там ещё были не саги Все начинают себя вести примерно так Абсолютно нет различий Все постарели И вы сделали вывод После этого, что вы удивитесь Но реакция испуга Депрессии, тревожности Никаким образом не связана С уровнем половой мотивации То есть, ну, вы понимаете Психологи, которые лечат и сексологи Почему я их не очень люблю Поэтому сейчас в конце Резумирую два вывода Простым человеческим языком Так, девушке Самый вообще нервный, пугливый Не очень такой привлекательный нервный совет Он может всё-таки Оказаться мачо Вот поэтому Дайте ему, пожалуйста, шанс Чё-то там, как всё-таки пел Ла-ла-ла И чё-то там Второй вывод, который мы резюмируем По поводу психологов и сексологов Они, опять, доказали Свою полную несостоятельность Как науки Спасибо за внимание Живите добрые подпитатели